Почерк Это проект для детей, для подростков, для молодежи из Ханты-Мансийска, которые увлекаются литературным творчеством, которые пробуют писать сказки, стихи, рассказы или просто хотят попробовать себя в этом направлении. Так, а в чем суть самого проекта? То есть приходит человек и говорит, я хочу, я чуть-чуть умею, я хочу. Что вы можете дать ему? Это будет целый год занятий, еженедельных занятий, творческие мастер-классы по литературному мастерству. Это будут встречи с писателями, которые, я думаю, поделятся своими хитростями писательскими. И, конечно же, мы по ходу проекта создадим произведение, и в итоге это будет книга, а может быть даже две книги, потому что у нас ребята будут от 10 до 17 лет. Мы понимаем, что это и дети, и люди уже практически взрослые, да? Или те, кто считают себя уже взрослыми. Я думаю, что они, может быть, напишут что-то для своих ровесников, и вот из того, что мы создадим, мы сделаем книгу или книги, которые у нас такой амбициозный проект. Мы хотим, чтобы они были интересны не только для родителей и для близких, но и вообще интересны читателям. То есть они все вместе будут создавать одну книгу? Да. Или вот две? То есть не у каждого будет своя какая-то индивидуальная работа? Нет, каждый будет работать над своим произведением, но в итоге у нас получится сборник. Так. О чем он будет? Вот есть какая-то направленность? Уже придумали вот в какую сторону, в вектор направления? Какая-то тематика может быть? В этот раз мы хотим все-таки пойти за нашими участниками проекта и посмотреть, что им интересно, какие темы их интересуют в этом возрасте, и вместе уже в ходе проекта сформулировать нашу тему сборника. Так. Как стать участником? Очень просто. Очень просто. Нужно написать новогоднюю историю. Если понесет куда-то фантазия дальше, это может быть даже не новогодняя какая-то еще история, отправить ее вместе с заявкой на электронную почту «Лидстудия», нижнее подчеркивание «Почерк собака.мейл.ру», а чтобы не ошибиться, лучше зайти на сайт городской централизованной библиотечной системы. Мы эту историю посмотрим и, в общем-то, примем. То есть будет еще конкурс, да? То есть, ну не все пройдут. Я думаю, что это не скорее не конкурс, а такой, знаете, немножко фильтр. Мы хотим посмотреть, что все-таки участник может взять ручку, взять ноутбук или планшет и все-таки преодолеть эту боязнь чистого листа и написать что-то. Даже не важно что, пусть это будут совсем первые попытки, но все-таки если уже участник преодолел и он смог что-то написать, дальше уже точно все получится. Так, а кто будет обучать молодых ребят, будущих писателей Егорских Дарвани? Это самое интересное, потому что снова с нами будет автор проекта «Школа сказочника», детский писатель Наталья Пивоварчик, она с нами будет из Екатеринбурга, она с нами будет по видеосвязи, и я надеюсь, что она к нам приедет. Еще к нам присоединена замечательная детская писательница, поэтесса Елена Аушева, ну и, конечно, я тоже буду курировать ребят, помогать им. Что ж, мне кажется, ребятам повезло. Есть еще один проект, о котором мы можем поговорить, это «Рождественская звезда», да, уже не за горами Новый год, не за горами Рождество, а там и «Рождественская звезда», расскажите об этом проекте. Ну, если уж писать новогоднюю рождественскую историю, то давайте уже возьмем все проекты, да, можно поучаствовать в конкурсе «Рождественская звезда». Он уже ежегодно проводится местным отделением Союза писателей России совместно с «Рождественской митрополией» и с литературным фондом «Дорога жизни». В этом конкурсе могут принять участие люди любых возрастов, дети и взрослые. Нужно, опять же, написать добрую, светлую рождественскую историю, которая продвигает идеалы добра, добродетели, какое-то милосердие. И вот с этой светлой историей в стихах, в просьбе, это может быть даже песня, также можно принять участие. Опять же, можно посмотреть информацию на сайте «Югра литературная» или в соцсетях, в группах Союза писателей России местной организации. Там все подробно описано, и, в общем-то, все жители округа в данном случае могут участвовать. И у нас будут замечательные подарки. А это что? Это будет какой-то сборник по итогу? Что из этого получится? Или где будут размещены эти работы? Где можно будет, допустим, ознакомиться с конкурентами, с конкурсантами, с другими? Ну, пока мы еще сборники планировали, но, в общем-то, если что-то у нас получится, я думаю, что мы просмотрим и такой вариант, конечно. А пока мы просто хотим собрать творческих людей, посмотреть, что они пишут, и, в общем-то, в конце, в Рождество их всех объединить, пригласить победителей и поздравить их, нагротить. И дать им возможность почувствовать себя творческими людьми, нужными. Спасибо вам большое. Надеюсь, что у вас все получится и с одним проектом, и со вторым проектом, и со всеми вашими другими проектами. Дорогие друзья, с гостем мы прощаемся, а с вами увидимся совсем скоро, буквально через несколько минут, не расходимся.